Привет, друзья! React Caps, да, как подробно. Курс, который долгое время был закрытым и был только для студентов IT-инкубатора, сейчас мы его выворачиваем наружу. Почему? Потому что IT-инкубатор это не про видеоконтент, IT-инкубатор это про техническую поддержку действующих разработчиков, про ежедневные практически лекции, какие-то занятия, мутки, про крутое комьюнити, про крутую стажировку, про крутой роудмап и крутую коллаборацию с коллективной, там, бакендеров, фронтендеров и вообще. Мы просто космические ребята, которые за фиксированную плату доводим каждого, кто там пришел, до трудоустройства. Только помни, что учиться сложно долго и все-таки учиться нужно будет тебе, хотя мы будем с тобой каждый день буквально рядом, буквально с тобой. Короче, курс React.com подробно, второй выпуск. Очень коротенький, мы продолжим говорить про компоненты, и так как он очень коротенький, а вы, а вы, этакие бандиты, не выполнили требования и не написали 500 комментариев, хотя огромное вам спасибо и за те 380 комментариев и за те полторы тысячи лайков, которые вы поставили. Спасибо большое за любую активность, которую вы проявляете для того, чтобы нас мотивировать дальше делать контент, мы дальше продолжим его делать. Но с вас то, что бесплатно. Лайки, комментарии, 1000 лайков на этом видосе и 500 комментариев под этим видео. Комментарии подсказываю вам, там, пропсы, React, компоненты, курс по React, Димыч, спасибо, IT, инкубатор, спасибо и так далее. Не забывай подписаться на наш канал IT Камасутра и IT Инкубатор 2 канала. И там и там мы выкладываем сейчас нашу внутрянку, тут здесь у нас React, как подробно про нюансы React, маленькие кирпичики React, To-Do List, это про построение приложения, который тоже долго, ну в общем о To-Do List узнаете на канале IT Камасутры. В общем, друзья, хорошего вам, удачного просмотра, конспектируйте, внимайте, думайте и у вас все получится. Невозможно, чтобы у вас не получилось, если вы продолжите шаг за шагом погружаться в мир программирования, вы обязательно окажетесь в глубине этого программирования. Летим. Ну что, мы закончили на прошлом занятии с вами, на прошлом уроке, на том, что нам необходимо было создать компоненту старт, то есть я хочу, да, для чего вообще, да, что такое компонент, давайте попробуем сейчас немножко понять, что же такое компонент, да, с точки зрения программиста, это функция, которая возвращает какой-то GSX, а нафига это нужно, нафига вообще это нужно, зачем нам такие штуки выдумывать, ну представьте, что мы могли бы, да, это все написать, вместо рейтинга написать вот так вот. Вот, ctrl-v, ой, простите, ctrl-z, ctrl-z, выделяю, ctrl-c скопировать, удаляю рейтинг, ctrl-v, а вместо аккордеона написать вот так вот. Написать вот так вот, и, блин, ну представляете, на самом деле большие, вы же верстали, да, вы знаете, какие сайты на самом деле большие, и когда у вас это разметка, и вы по ней бегаете, там, ну, очень неудобно, то есть компоненты первые позволяют нам дробить наше приложение на какие-то семантические такие осмысленные блоки, ctrl-z, ctrl-z, то есть да, согласитесь, что вот это вот лучше, мы сразу просто анализируя входную точку, опп, самую главную компоненту, самую высокоуровневую, мы сразу понимаем, что у нас здесь, ага, будет текст, потом рейтинг, а потом аккордеон. То есть мы прям сразу понимаем, да, и если нам интересно, а что же такое, например, рейтинг, то мы ctrl-зажимаем, кликаем, и мы переходим на функцию рейтинг, и уже анализируем ее. Таким образом, да, мы как бы дробим наше приложение на структурные блоки, которые гораздо проще анализировать и понимать, что в них происходит. Дальше, это первое. Второе, то, что мы инкапсулировали, как бы скрыли внутри какого-то компонента что-либо, позволяет нам взять и этот тег нарисовать два раза. Нам понадобилось два рейтинга нарисовать, мы просто взяли и сказали, react, вот тебе два тега рейтинга отрисуй, react, тадам, сейчас, ctrl-r, там у нас точки останова, дебаггеры, поэтому я пока закрою консоль, и вот наши вот текст, потом первые пять старов, это от первого рейтинга, от второго рейтинга и меню. Или мы хотим сказать рейтинг, потом аккордеон, а потом рейтинг. Видите, так криво получилось, как будто аккордеон лежит внутри рейтинга в ctrl-alt-l. Обязательно нажимайте ctrl-alt-l, чтобы у вас было выравнивание, чтобы вам глазу было проще понимать структуру вашего приложения. Идем сюда, вот он, текст, star, 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 меню. Давайте этот текст назовем title, да, какой-нибудь title. Давайте тоже вынесем его в отдельную компоненту, скажем, function, title, app-title, давайте назовем app-title, return и вернем просто текст. Нельзя. То есть, да, наша компонент должна возвращать gsx. При этом, друзья, внимание, по-моему, строка тоже является валидным условным gsx. По-моему, я сейчас даже не знаю, сейчас проверим. То есть, если мы просто возвращаем app, ну вот, да, вот. И вот здесь, скажем, app-title, попробуем нарисовать. Ругается, ругается. Говорит, что gsx-element-string не конструируется, как gsx-element, короче. То есть, да, нельзя. Мы такие, о-о, хорошо, блин. Но у нас тут был просто текст. Что там? Этот текст надо оборачивать в дивку? Ну, блин, немножко будет, как бы, не то. Потому что раньше у нас был просто текст, а сейчас текст в дивке. То есть, да, структурно, структурно, это может означать, ну, как бы, нарушить вашу верстку, например. То есть, да, оно будет работать. Только надо кавычку, да, это убрать. Но мы нарушили структуру. Изначально было за счет того, что нам, мы вынесли в отдельную компоненту, нам пришлось обернуть дополнительной дивкой. А иногда это может быть критически нежелательно. Но мы обязаны вернуть какой-то gsx-element. Так вот, в React есть фрагмент. Такой элемент, который на самом деле не является HTML-элементом, не превращается ни в какой HTML-элемент, но является gsx-element, который может быть тем самым контейнером, оберткой, той самой единственной оберткой над другими элементами. Раньше надо было писать react.fragment. Сейчас можно просто пустой тег. Выглядит как пустой тег. Закрыли. Открыли. И все. Формально мы вернули gsx-element, но вот этот вот gsx-element не превратится ни в какую разметку. Давайте сейчас убедимся в этом. Увидим, что у нас есть дивка, а в ней просто лежит this is app-component. Inspect элемент. И вот мы видим див, рутовая див, потом дивка, и вот там просто строка this is app-component. А потом пошли наши вот звездочки, лежат звездочки и так далее. Если мы не хотим, например, для звездочек тоже такую дивку, тоже можем сделать пустой строкой. И тоже увидим в браузере. Сейчас у нас точки остановы эти срабатывают, потому что мы понаставляли их, да, и наша программа после перезагрузки пытается отрисоваться, запускает каждую эту функцию, каждую компоненту. Но ничего страшного, play, 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 рейтинг 2 раза попали, потому что 2 рейтинга рисуем, да. О, классный момент, кстати говоря. Смотрите, давайте я сейчас аккордеон, уберу отсюда дебаггер, сколько уже функцию, и из app-app уберу дебаггер. То есть в app-app мы попадаем, в аккордеон попадаем. Но рейтинг, да, в рейтинг мы попадем, ребят, 2 раза. Смотрите, сбрасываю сначала эту штуку, обновляю страничку, вот мы попадаем в рейтинг 1 раз. Я нажимаю на play, и еще раз попадаем сюда, то есть дважды. Почему? Потому что у нас рейтинг отрисовывается 2 раза. То есть буквально мы даем команду react, react, мне нужно отрисовать 2 рейтинга. React такой, окей, понял, запущу-ка я функцию рейтинг для этой отрисовки, и запущу-ка я функцию рейтинг для этой отрисовки, и мы попадаем внутрь этой функции 2 раза. То есть таким образом, вызывая эту функцию, react получает валидную разметку для этой компоненты, которую мы сами выдумали и назвали рейтинг. Ну и что, давайте переходим к домашнему заданию, которое вам нужно было сделать. Это отрисовочка, убираю точку останова, дебаггер. Переходим к отрисовке звездочек. То есть нам нужна компонента, которая будет называться function star, звезда. Это функция, которая возвращает вот такую вот дифку, ctrl-c, ctrl-v. И вместо теперь, чтобы рисовать вот это все, мы будем рисовать star, ctrl-d, 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 5 звездочек. И смотрите, что получится. Ну, то же самое и получится. Вопрос на засыпку. Сколько раз мы попадем внутрь функции star? Ответ. Ну, раз, два, три, четыре, пять. А сколько функция рейтинг у нас вызывается? Один раз, два раза. То есть, апп вызовет функцию рейтинг один раз. И здесь пять старов. Поэтому раз, два, три, четыре, пять. Пять раз сюда попадем. Функция star будет вызвана пять раз. Потом функция рейтинг будет вызываться еще раз. И для нее тоже пять звездочек надо отрисовать. Чтобы отрисовать пять звездочек, функция star опять вызовется пять раз. Итого, мы сюда окажемся здесь десять раз. Дебажить такую ситуацию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять получилось раз. Дебажить не очень удобно. Поэтому иногда вместо дебаггера мы, например, чтобы нам узнать, что мы там попали сюда, что у нас там, сколько раз, то мы можем вывести консоль. Просто в веб-шторме пишем лог, табуляция. И консоль лог такая команда. И мы в консоль логе можем, например, написать в кавычках star. То есть, star rendered. Star отрисовалась. Star отрисовалась. Сохраняем. Идем в браузер. Обновляем страничку. И ничего нигде не остановилось, потому что точек останова мы не ставили. Но в консоли, видите, десять раз нарисовалась строчка, написалась star rendered. Star rendered. Давайте то же самое напишем в такую же консоль лог. Напишем, например, в рейтинг. Rating rendered. То есть, мы в консоль буквально говорим. Консоль имеется в виду вот эта вот консоль. Вот эта вот консоль. Типа, напиши в консоль вот такую вот строчку. Rating rendered. То есть, когда программа, когда функция, ты будешь запущена, получается, первая твоя команда. Это вот написать в консоль. Потом только возврат этих. Соответственно, ты напишешь что-то в консоль. И ты напишешь что-то в консоль. И аккордеон, да, что-то напишет в консоль. Давайте я так скопирую. Enter. Ctrl V. И напишу здесь. Дабл клик. Ctrl C. Дабл клик. Ctrl V. И сюда тоже АПП. Ctrl V. Видите? Ctrl V сейчас у меня аккордеон сидит. А я хочу достать из буфера обмена вот эту вот строчку. И я нажимаю Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. И вставляю. Вот она, вижу. Консоль лог. Дабл клик. И меняю. Дабл клик. Ctrl C. Дабл клик. Ctrl V. Ctrl S. Иду в браузер. И вот она. АПП. АПП отрисовалась. То есть, сначала АПП. Ну, она как бы не отрисовалась, зашла в АПП. То есть, чтобы АПП отрисоваться, на самом деле, ей АПП обязана. То есть, АПП не может отрисоваться, пока не отрисуются все вот эти вот ее дочерние компоненты, вложенные в нее компоненты. Поэтому рендеры, да, немножко как бы неправильно. Давайте я сейчас рендер, рендерится, рендеринг, рендеринг изменим, да, принципиально, чтобы вы понимали. То есть, компоненты рендерятся, рендерятся, рендерятся. И видим, АПП рендерится. Ну, в АПП нужно отрендерить рейтинг. Рейтинг начинает рендериться. Потом, чтобы рейтинг отрендерить, нам нужно отрендерить 5 старов. 5 звездочек, вложенных в него. Все отрендерится. Потом аккордеон рендерится, который находится тоже в АПП. Потом опять рейтинг. В рейтинге опять 5 старов. И только потом АПП может появиться на страничке, и АПП появляется. То есть, да, вложенность вот эта вот. Это принципиально. То есть, какая функция, какой по счету вызывается. То есть, АПП сначала вызывается. Потом вызывается... А, АПП Тайтл у нас еще есть. Давайте сюда тоже добавим. Ctrl-Shift-V. Вот так вот. АПП Тайтл у нас еще есть. И рендеринг. Ctrl-дабл-клик, Ctrl-V. И еще раз. АПП начинает рендериться. Внутри себя АПП. Давайте я... Сейчас делаю вот так вот. То есть, вот рендерится АПП. Давайте я сейчас делаю вот так. Рендерится, друзья, АПП. Но АПП, чтобы закончить рендеринг, нужно рендерить АПП Тайтл. Поэтому запускается функция АПП Тайтл. Соответственно, АПП Тайтл вот печатает сюда АПП Тайтл рендеринг. Рендерится. Ну, АПП Тайтл коротенькая, возвращает этот текст. Поэтому текст, просто компонент, это все, возвращается обратно. И АПП идет дальше. Так, теперь рейтинг. Запускается рейтинг. И рейтинг логирует. Логирует. То есть, в лог записывает текст. То, что сейчас происходит. Далее, что рейтинг делает? Рейтинг такой, так, мне, чтобы на самом деле отрендериться, надо отрендерить каких-то 5 звездочек. Здесь они не видны на скриншоте. И эти 5 звездочек, да, вот начинают... Каждая начинает бомбить. Стар, стар, стар. 5 рендерингов. Все. Звездочки там уже возвращают обычную разметку. Поэтому звездочки завершились. Рейтинг завершился. АПП Тайтл был завершен. И мы попадаем опять сюда. АПП готов, рейтинг готов. Теперь аккордеон. И идем в аккордеон. Аккордеон возвращает просто разметку. Поэтому все закончилось. Хреняк. Дальше рейтинг опять. Рейтинг, так, начинаю рендериться. Внутри меня 5 звездочек. Каждая из них начинает рендериться. 2, 3, 4, 5. Потом они все заканчивают рендеринг. Рейтинг тоже готов. И соответственно АПП компонента тоже готова. Вот так вот происходит, ребят, отрисовка. Отрисовка контента в реакте. Вот этот поток данных. Поток вот этих вызовов функции. Даже простите. Не поток скорее данных. Данных как таковых здесь и нет. Здесь есть просто вызов функции. Функция, функция, функция. Еще раз скажу. Если бы у нас была функция hello, которая показывает привет, айти кама с утра, мы должны бы ее вручную вызвать. В реакте мы компоненты, это тоже функции, но мы их не вызываем. Их вызывает реакт всякий раз, когда видит попытку отрисовки такой вот компоненты. Он понимает, что это компоненты на самом деле функция. И он эту функцию просто вызывает. И эта функция рисуется. Не удаляю пока hello. Пошлите дальше. Пошлите, пошлите дальше. Ну а дальше, друзья, на самом деле все очень просто. Я хочу, чтобы вы мне создали для аккордеона две компоненты. Одна компонента будет называться аккордеон title. Аккордеон title. Вторая компонента будет называться аккордеон бадди. Тело аккордеона. В аккордеон title я хочу видеть это. В аккордеон бадди я хочу видеть вот это. Также не забудьте в аккордеон title и в аккордеон бани добавить по консолю логу соответствующему. И отследить вот здесь в консоли. Видите, сейчас ошибка. Отследить вот здесь в консоли. Правый, control shift и slash. Чтобы закомментировать кусок какой-то кода. Control S сохранить. Не забудьте отрисовать и проследить вот эту вот последовательность рендеров. То есть, что кого вызывает, в какой последовательности отрисовываются. Это очень важно, ребят. Прям потратьте время и подумайте, подумайте об этом. Подумайте, подумайте, подумайте. Это очень-очень важно. Это очень сильно вам поможет дальнейшее продвижение. Все, друзья. С вами был Димыч, IT-инкубатор. Он же IT-камасутра. Летим в космос. Летим в космос вместе.